добрый день друзья здравствуйте мы продолжаем наш цикл 777 секунд торы и мы пока еще никуда не собираемся уезжать из славного замечательного еврейского веселого города одесса и отсюда снимаем очередные серии нашей передачи вот теперь уже своим другом учителем и служителем одесской еврейской мессианской общины александром шинога здравствуй саша дошла миша шалом очень рад поучаствовать в этом служении и для меня большое благословение радость когда люди изучают тору какую главу мы с тобой сегодня разбираем сегодня у нас по тому расписанию которое есть и принято нашем народе есть глава цар это левит шестую по восьмую главы и весьма интересная глава бог дает очень много постановлений которые касаются народа касаются жертвы и вообще всего того что определяет как мы можем приходить богу жертвы для того чтобы приходить к богу когда я думаю о жертве я понимаю что жертва одно из ключевых моментов связаны с возможностью вообще человека приближаться к богу фактически если мы посмотрим в писание жертва это средство нашего приближения к богу средство которое дает нам возможность вообще находиться в присутствии бога несколько мест писания несколько вот конкретно стихов особенно коснулись меня и я бы хотел поделиться это будет левит 7 глава с 26 по 27 стих речь идет о крови и так давайте мы прочитаем написано следующее и никакой крови не ешьте во всех живущих ваших ни из птиц ни из кота а кто будет есть какую-нибудь кровь истребиться душа то из народа своего жестко жестко да вы знаете некоторое время назад я общался с верующими и когда они касались этого вопроса они говорили примерно следующее да это было в ветхом завете так это было в синайском договоре мы живем новом завете написано что всякая пища она освещается молитвы поэтому если вас пригласили куда-то например на сельскую украинскую свадьбу совершенно верно украинскую свадьбу и там вдруг такая вот хорошо добротно сделанная колбаса с кровянка такая не смущайтесь молись благословляй господа во имя ишуа мессии ты можешь это кушать звучит очень как бы по современному я бы сказал знаешь я бы сказал для человека воспитанного в другой традиции в еврейской традиции режет слух особенно если еще и добавляют во имя бога израиля да 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 если сказать во имя ишуа маши хабова рама из-за этого это звучит экстремально и очень интересно потому что если мы посмотрим на тему крови вообще в писании мы можем увидеть очень много моментов где бог снова и снова обращает внимание еврейского народа на то что нужно делать с кровью до того как еврейский народ он стал народом в том смысле и понимании которые мы знаем группа людей которая соединена вместе едиными моральными устоями правилами и так далее бог он говорит человечеству вообще о теме крови и здесь просто обязательно не как и дремельшь и золото эти вот заповеди которые были даны но да 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 здесь обязательно нужно об этом говорить потому что бытие 3 9 глава 3 4 стих он говорит о событиях которые произошли после потопа и мы подожди до появления израиля совершенно верно до появления народов как таковых потому что не было ни народов не племен мы понимаем что сыновья ноя они со временем начин начинали заселять землю и через это заселение начали появляться уже народы в будущем и бог конкретно говорит в 9 главе все движущиеся что живет будет вам в пищу как зелень травяную даю вам все намек на то что с этого времени можно есть не только растительную но и животную пищу вместе с этим во четвертом стихе я вижу такое предостережение напоминающие чем-то вот заповедь о дереве что со всякого дерева ешьте кроме кроме да и вот здесь вот все кроме только плоти с душой ее и уточнение что имеется ввиду с кровью не ешься я взыщу и вашу кровь которая жизнь ваша взыщу и от всякого зверя взыщу также душу человека от руки человека от руки брата его дальше объясняется кто прольет кровь того прольется кровь но пока останавливаемся на стихе что нельзя есть кровь да и это вот очень хорошо сказал по поводу эдемского сада потому что если посмотреть вот так вот как бог обращался к даму с евой это было очень просто не ешьте и можно было бы сказать а послушайте ерунда какая сказал это было как бы между прочим мы общались он сказал ну между прочим не ешьте и мы знаем какие последствия были нарушения даже корпус до сих пор мы сталкиваемся и видим последствия и мы видим что здесь бог не так много сказал ною но тем не менее вопрос крови он был подчеркнут и он говорит не ешьте и когда мы смотрим туру мы можем например найти во второзаконе 12 главе 23 25 стихах можем найти левит в 17 главе 10 14 стихи бог снова и снова повторяет сынам израиля уже как народу о том что послушайте вы не должны кушать кровь нельзя если ты словил птицу если ты словил какое-то животное на охоте ты должен убить его особенным образом и мы знаем что в еврейском народе были люди которых это была профессия до до сих пор есть мы знаем такая номинация как шоихед который умеет правильно сделать забой животного для того чтобы вот в тушке там не осталось крови мы знаем на эту тему в разные строгости данного что яйцо желтки которого замечено пятна крови она считается непригодным и выбрасывается вот и так далее мы знаем что мясо солилась определенным образом чтобы вытягивать из него все остатки крови содержалась в воде все для того чтобы как раз по максимуму предостеречь себя от употребления крови почему такие строгости как ты считаешь писание говорит нам душа находится душа животного душа человека она находится в крови жизнь находится бог говорит что послушай это не твое вспоминаю слушай извини перебью тебя вспоминаю историю из первой главы книги его где сатана сатана просит у бога да проверить и вот он говорит я разрешаю все кроме вот на душу ты не имеешь права и вот что-то похожее вот кровь как символ души да некоторые говорят что прямо есть душа ну здесь можно дискутировать не будем сейчас но вот все что принадлежит богу остается только богу что кровь только богу вот здесь мы видим похожие похожие мотивы да есть очень много параллелей о которых можно говорить в частности обратно же возвращаясь крови мы видим что кровь в служении богу израиля она очень сильно была связана с понятием жертвоприношения то есть книги левит бог устанавливает порядок он рассказывает так нужно делать так не нужно делать если вы хотите приблизиться ко мне бог объясняет я я расскажу вам как это нужно сделать как какой путь максимально приблизит вас ко мне и кровь занимает нам очень такое важное место и если мы читаем описание жертв написано там пускай покрапит например кровью жертву жертвенник да пускай кровь будет вылета у подножья жертвенника и так далее то есть и мы понимаем что кровь кровь это средство которое очищало человека определенным образом я понимаю так что если мы знаем что вся тура указывает на мессию как это вывели те же талмудические мудрецы это известно всем нам когда мы имеем полный текст писания чистое животное давала чистую получается кровь которая символизировала чистую жизнь до и замена чистой жизнью своей грешной жизни пред богом для того чтобы получить милость и прощение намек на чистую жизнь будущего мессии мы соглашаемся с тобой в это слово да безусловно знаешь я вот уже мы приближаемся потихоньку к концу этой вот с тобой нашей серии я конечно же подозреваю что у многих слушающих эти рассуждения возникает вопрос а как быть вот стой ситуация с тем разговором когда ешуа сказал вот я открыл это место писания истина говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить его крови то не будете иметь в себе жизни то есть мои плоти пьет мою кровь имеет жизнь вечную я знаю что многие люди у них все закипает при чтении стихов особенно если учесть что все это среди евреев знающих многое крови и не то что кровь человек кровь животного а здесь вообще он говорит о себе люди не понимают что он на шеях могли что хочешь подумать о нем написано что многие после этого отошли больше не ходили с ним безусловно для еврейского общества слышать такое название придите кушайте именно кровь это очень тяжело очень непросто воспринимать но нужно понимать что кровь и шуа это не просто это кровь не простого человека это человек который был на сто процентов богом и на сто процентов человеком и также важно помнить что мы не вкушаем физически кровь здесь речь идет не о том чтобы значимо растержать на части и питаться его мясом боюсь что не хватило бы такой крови физически за да но мы понимаем что мы все находимся в теле большом теле которое называет писание тела маши и мы понимаем что в каждом теле как вот у нас с вами как у животных есть кровь и кровь она несет жизнь и мы понимаем что если человек не будет находиться в теле если человек не будет питаться жизнью через кровь и шуа при стать сопричастником этой жизни через кровь и шуа ты не сможешь находиться просто в теле ты не сможешь иметь части ты не сможешь получить то очищение освобождение которое тебе необходимо питаться его кровью, это исполняться его жизнью, для того, чтобы в тебе перестала действовать старая, ветхая, грешная и непригодная для вечности жизнь. Он предлагает нам заменить нашу жизнь на свою, и именно об этом говорят вот эти стихи из 6 главы Евангелия Тана. Важно помнить, что сама функция крови в том, чтобы обновлять. Кровь, она выводит то, что разные токсины, то, что делает нас нечистыми. Когда человек, он приближается к Богу посредством крови Ишо, его жизнь, она освещается, он освещается, он становится ближе к Богу, это дает возможность служить Богу на новом, принципиально новом уровне. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Смотрите, у нас каждую неделю новая серия нашего цикла. Шалом! Шалом! Дорогие друзья, если наш портал и Ишоа.орг является благословением для вас, вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения. Наши реквизиты находятся на странице помощь сайту. Мы благодарим вас за поддержку, и пусть Всевышний благословит вас!